Всем привет, с вами Фадеев Руслан, WWE Vlog, и, к сожалению, в этот раз беседки не будет. Вадим и Ростик как-то безответственно подошли к этому делу, и сначала мы назначали одно время, потом другое, третье, в итоге они так и не приехали. Ну пусть это останется на их совести, но я все-таки хочу записать свои прогнозы на сегодняшнее Pay Per View Backlash. Да, оно пройдет уже сегодня ночью, и, как обычно, вы сможете посмотреть его в прямом эфире с нашими комментариями в нашей группе ВКонтакте. Ссылка есть в описании. Начало трансляции в 2 часа ночи по Москве и Киеву. Всех ждем. Вообще, нынешний Pay Per View должен стать, по идее, таким историческим событием, потому что оно ознаменует возвращение эпохи межбрендовых Pay Per View. То есть вот с этого момента все Pay Per View станут общими для Raw и для SmackDown. Это не значит, что разделение брендов закончилось. Нет, как бы бренды все еще поделены. Ростеры поделены между Raw и SmackDown. Титулы также как бы типа закреплены за брендами. Просто теперь на каждом ППВ мы будем видеть матчи как с Raw, так и со SmackDown. Ну а в этот раз у нас так получилось еще, что есть парочка именно межбрендовых матчей. Например, там Сетт Роллинз против Миза. Получается, как Raw против SmackDown. Но это связано с тем, что вот только-только произошла встряска ростеров. Некоторые рестлеры поменяли бренды, где они обитают. И, соответственно, естественно, нужно закончить какие-то фьюды, которые были начаты до встряски. Так что это логично. Скорее всего, в будущем прям вот межбрендовых матчей особо не будет. Хотя вот следующее pay-per-view, которое пройдет в июне, это уже Money in the Bank. И я так предполагаю, что там будут матчи с лестницами за чемоданчик. Они будут именно межбрендовыми. Скорее всего, будет один мужской, один женский. И в каждом матче будет, допустим, по 3-4 представителя Raw и SmackDown. Ну, как-то так я себе это вижу. Вот. Ну, и вообще эта идея возвращения к межбрендовым ППВ мне нравится. Во-первых, потому что однобрендовые ППВ вот за те полтора года, что у нас действует разделение брендов, они по большей части не очень-то радовали. Ну, в основном это были очень средние ППВ, которые не сильно отличались от еженедельников. Вот. И сейчас было очень сильное вот разделение на обычное ППВ и ППВ большой четверки. Сейчас, может быть, вот с этим объединением все станет как-то получше, поинтереснее. Вот. Ну, и во-вторых, мне нравится эта идея, потому что, когда я только начинал смотреть рестлинг, ну, активно вливаться в WWE, это был 2010-2011 год, тогда была тоже, по сути, вот какая-то такая схема, когда бренды разделены, драфт происходит, но на ППВ всегда есть матчи как с Raw, так и со SmackDown. Это мне, в принципе, было довольно интересно, но я не успел насладиться вот такой вот, такой схемой проведения ППВ, потому что как раз вот в 2011 году все сошло на нет. Там, в апреле произошел последний драфт на тот момент, и как бы все, вот после, когда началось лето, началось вот прямо четкое объединение брендов. Там, в августе, по-моему, появилось Raw Super Show, где нам сказали, что теперь тут будут звезды и с Raw, и со SmackDown. Ну, и, короче, вот после этого все, разделение брендов стало, по сути, просто какой-то условностью. Вот, сейчас мы к этому возвращаемся, и я смотрю на это решение с оптимизмом. Вот, думаю, ППВ в целом станут как-то покрепче. Нам вот сейчас активно пиарят Backlash, то, что это первое, вот снова, общее ППВ для двух брендов, и мы получим лучшее с обоих брендов, лучшее с обоих миров, как они нам преподносят. Это в специальной песне, написанной под это событие. Песня, кстати, прикольная, да, согласен. Но, честно говоря, глядя на карт Backlash, как-то пока вот не чувствуется то, что это вот прям лучшее с обоих брендов. Ну, многие матчи вызывают какое-то сомнение, и если, ну, вот просто смотришь на этот карт и думаешь, что если это лучшее, что сейчас есть, то у WWE есть какие-то проблемы, на мой взгляд. Ну, давайте уже взглянем на карт, сделаем прогнозы, поговорим более предметно. На пресс-шоу у нас назначен женский матч, в котором встретятся представительницы Ро, Бейли и Руби Райт, и наши подписчики считают, что Бейли победит 60% за нее. Я не очень хорошо следил в последнее время за Ро, и особенно за женским дивизионом, вот, но я так понимаю, у Бейли и Саши продолжается такое некое противостояние, даже вот не прям открытое, а какая-то холодная война, наверное, так это можно описать. И очень вероятно то, что Саша как-то будет задействован в этом матче, может быть, помешает Бейли. И, в общем, я склоняюсь в сторону Руби Райт в данном случае. Мне кажется, что у нее, в принципе, как-то пойдет сейчас карьера немножечко в гору после перевода на Ро. Ну, Руби Райт и ее отряд, естественно, это пока неразделимые понятия. Вот. Ну, а Бейли продолжит фьюдить с Сашей. Правда, вот, не знаю, фьюд Бейли и Саши, то, что вот там показывают сейчас на Ро, меня лично вообще не цепляет. Казалось бы, Саша и Бейли один из лучших фьюдов в истории NXT. Ну, сделайте вы хоть, ну, примерно так же, пусть это будет повторение пройденного, но это будет хорошо. Но сейчас получается просто какая-то размазня, за которую совершенно неинтересно наблюдать. Не знаю. И, с другой стороны, можно, конечно, что Бейли победила Руби Райт. Типа вот на последнем уроке, как я понял, Руби Райт победила Сашу. Если Бейли победит Руби, у нее будет аргумент, что вот, типа, я сильнее. Но, не знаю, как-то так себе. Я все-таки поставлю на Руби Райт. Думаю, здесь она победит. Либо там Саша вмешается, либо ее отряд как-то поможет. Но, в общем, я ставлю на Руби. И я даже сделаю такое предположение, что Руби Райт вполне может быть следующей претенденткой на женское чемпионство Ро. И, собственно, к матчу за женское чемпионство Ро я и перехожу. Найя Джекс будет защищать свой титул от Алекса Близ, соответственно, в матче реванша. И около 70% уверены в том, что Найя Джекс этот титул отстоит. И я с ними полностью согласен, потому что, ну, Алекса Близ, она крутится вокруг вообще женских титулов уже, ну, слишком долго. Прямо вот это, как началось на TLC 2016 года, по-моему, когда она выиграла женский титул с Мэкдауну Бекки Линч. Она с титулами практически не расстается. Мне кажется, что вот пора уже сделать ей передышку. Я не знаю, чем я сейчас буду занимать, но вот некая передышка ей даже, может быть, и необходима. Ну, и Найя Джекс, она только-только на Руссалмане титул выиграла. Это ее первая защита, и очень сомнительно, что она проиграет. Нет, я думаю, что Найя Джекс одержит победу. И вот как раз можно будет затеять ей фьют с Руби Райт и ее отрядом. То есть, вот она может по очереди выносить отряд, как это делала Шарлотта недавно на Смэкдауне. Вот, и на Money in the Bank или как-нибудь, где-нибудь состоится матч Найя Джекс против Руби Райт. Ну, это просто вот что приходит в голову, потому что, ну, сейчас не так-то много кандидатов на первое претендентство. Но вот Руби Райт выглядит вполне логично. В общем, здесь я оставлю на Найя Джекс обсуждать, тут долго ничего не имеет смысла. И я предлагаю тут же и добить весь женский дивизион на Бэклэше. Матч за женское чемпионство Смэкдаун. Кармела, действующая чемпионка, против Шарлотты Флэр. Здесь уже не так все очевидно. 57% считают, что Кармела победит. И, на мой взгляд, да, здесь титульная смена более вероятна, чем в предыдущем матче. Шарлотта все-таки очень сильная исполнительница. И когда на Расселмане она заставила Аску сдаться, прервав ее стрик таким вот образом, это подняло ее еще на более высокий уровень. Кармела на ее фоне до сих пор смотрится, ну, просто какой-то, не знаю, девочкой со двора, которая там что-то из себя строит непонятно что. И просто прячется за своих подружек, типа Айконикс вот эти вот. Не знаю, конечно, в честном матче, в абсолютно честном матче, Шарлотта точно должна побеждать. Но всем понятно, что честного матча не будет. И те же Айконикс наверняка будут как-то вмешиваться в этот поединок. И я не знаю, как они в итоге вот все вывернут. Но что-то, мне кажется, Кармела с титулом должна остаться. Потому что она уж очень долго ходила с кейсом Money in the Bank. Она там чуть ли рекорд, по-моему, Эджи не побила. Эдж, кажется, 280 дней в свое время носил чемоданчик. Вот у Кармела уже, мне кажется, приближалась к этому. Вот. И, ну, такое долгое ожидание Кэшина и Кэшин, который в итоге был успешным, мне кажется, все-таки нельзя делать такой короткий титульный рейн ей. Потому что в будущем она, ну, явно не сможет как-то вот так же легко выиграть титул, как это ей удалось. И сейчас нужно еще попробовать Кармелу. Тем более, что вот этот вот образ, ну, который она показывает, он ей удается вполне неплохо. И это еще можно как-то развивать. И с титулом посмотреть на нее, в принципе, даже хочется. Шарлотте тоже, может быть, пока стоит немножечко в тенечек уйти. И размышляя о том, что вот если все-таки титул вернется к Шарлотте, я просто не знаю, а с кем вот еще-то фьюдить ей можно. Вот только с Кармелой, по сути. Потому что кто там из Хильшта еще есть на смеке? Это те же Айконикс, которые только перешли и которые вообще только в парочке пока воспринимаются. И Соня Девиль и Мэнди Роуз, которые тоже, по сути, вот та же история, они не могут претендовать на женское чемпионство пока вообще никак. То есть из Хиллов женщина с Макдонью сейчас вот чисто Кармелла правит. И вот у нее как раз еще могут быть новые претендентки в дальнейшем, как, например, та же Аска или Бекки Линч. Вот сейчас я даже ставлю на то, что Бекки Линч будет следующей претенденткой. Уже на следующий смекдаун, по-моему, Бейдж назначила даже матч Мэнди Роуз против Бекки Линч. И она вот говорила, что типа Мэнди и Соня, что вы... Я вам просто так титулы не дам, титульные матчи, вы должны их заслужить. И вот, соответственно, это в какой-то степени будет восприниматься как матч за первое претендентство. Ну, не формально, а вот чисто условно. И я думаю, Бекки сейчас вот будет как-то набирать обороты и подойдет к титульному матчу на следующее ППВ или вот там где-то в ближайшее время. Вот. В общем, я ставлю на Кармеллу. Переходим к командному матчу, который нам предлагает Брэнд Ро. Это Брон Строуман и Бобби Лэшли против Кевина Оуэнса и Сэми Зейна. Ну, здесь у нас просто разгром, сквош, 88% за Строумана и Лэшли. И, конечно, если просто вот посмотреть на этот матч чисто вот... Ну, вот просто как матч. Естественно, Строуман и Лэшли должны побеждать. Что они, в принципе, и доказывали. По-моему, на последних выпусках Ро и там и в командных, и одиночных матчах они как бы доминировали по полной программе. Если все вот будет просто без всяких сюжетных штучек, то Оуэнс и Зейн, конечно, явно проиграют. Да, но что-то вот есть какая-то доля сомнения. Потому что непонятно, зачем этот матч вообще нужен, если результат и так понятен. Если вот как бы тут особо и смысла особого нет. Но не знаю, не знаю. Если... А что тут можно обыграть? Строуман и Лэшли, кто-то на ком-то хилл тернется. Мне кажется, Лэшли еще даже как-то вот не до конца влился в текущую обстановку W-W. И рано ему там делать какие-то финты ушами, терны и все такое. Может быть, конечно, но, не знаю, очень сомнительно. Тем более на Строумане что-то как-то слабо верится. Не, хотелось бы какой-то сюжетный поворот интересный и победу Оуэнса и Зейна. Но пока я все-таки склоняюсь к тому, что Строуман и Лэшли тупо победят. И все. Но это все-таки первое ППВ для Лэшли после возвращения. И как бы его еще нужно как-то показать, что он может. То-се. Потому что, мне кажется, не все сейчас смотрят еженедельники. Есть люди, которые смотрят только ППВ. Даже я уже почти к таким отношусь. И для них нужно еще показать, что вот Лэшли вернулся. Лэшли крутой. Смотрите, какой у нас крутой Лэшли. В общем, я ставлю на больших ребят Строуман и Лэшли вот так. Но что там будет, я не знаю. Одиночный матч со SmackDown. Дэниел Брайан против Биг Кэс. Ребята, которые только-только вернулись в строй. Ну, Дэниел Брайан вообще как будто Феникс из пепла переродился. И сейчас вот прям начинает новый этап своей карьеры. Ну, а Биг Кэс восстановился после травмы, которую получил еще, по-моему, в начале прошлой осени. После SummerSlam где-то это было. И тут у нас примерно та же ситуация. 87% голосуют за Брайана. Вот так вот. Ну, на самом деле, тут, мне кажется, тоже не все так очевидно. Потому что Брайан, конечно, нагло выше Биг Кэса в плане не роста, а умений на ринге и, в принципе, статуса в компании. Да что уж там, Брайан это вообще, считай, живая легенда уже. А Биг Кэс тоже как бы, ну, только вернулся. У него, в принципе, есть какой-то потенциал. Ну, точнее, в нем, наверное, видят потенциал. Мне Биг Кэс не очень нравится вообще по всем параметрам. Но чисто теоретически таких ребят в WWE любят, ценят и продвигают. Поэтому, ну, как бы, все возможно. Но, не знаю, в плане именно победы я бы все-таки поставил на Дэниела Брайана. Ну, Биг Кэс это все-таки еще вот не тот уровень, что вот прям он должен побеждать Брайана. Ну, с чего это? Нет, не думаю. Тем более... Нет, тем более это ни к чему сказал. Просто Брайан это действительно другой уровень. И, возможно, так все произойдет, что Биг Кэс будет выглядеть доминатором по итогу этого матча. То есть, например, условно говоря, Брайан как-то свернет Кэса в удержание до трех. Он победит. Но после этого Биг Кэс такой вот рассверепеет. Начнет Брайана раскидывать во все стороны. Проведет ему Биг Бут, допустим. И вот он, типа, такой крутой, большой и сильный. Но победа останется за Брайана. Как-то вот так я себе это вижу. Может, все будет иначе. Может, вообще все как-то наоборот будет. Но, блин, я не верю, что Биг Кэс просто возьмет и победит Брайана, который только-только на Грейте строил Рамбл, продержался больше часа и вообще очень круто себя показал. Мне Брайана сейчас нужно очень, очень сильно позиционировать. Потому что это, блин, это Брайн. Это золото. Далее переходим к второстепенным матчам. И вот такой первый межбрендовый именно матч за интерконтинентальное чемпионство. Сет Роллинс. Чемпион против Миза. Сет Роллинс представитель Ро. Миз представитель Смэкдаун. Ну и тут вообще самый очевидный матч. Как считают наши подписчики, 93% за Сета Роллинса. И, ну, на самом деле, да, я не знаю. Этот матч какой-то уж очень читабельный. То есть, результат понятен сразу. И я тоже согласен, что Сет Роллинс, конечно, победит. Ну, просто потому что, блин, на каждом бренде должен быть второстепенный титул. И на Смэкдауне точно остается титул чемпиона США. Соответственно, на Ро должен оставаться титул интерконтинентальный. Ну и даже исходя из... Если отбросить в сторону вот эти мысли, да, о том, что, типа, ну, титул должен остаться на Ро, нельзя переводить оба второстепенных титула на Смэк. Даже если это отбросить, у Миза вот этот вот, если он выиграет этот титул, это будет девятый интерконтинентальный титул в карьере. То есть, он сравняется по этому показателю с рекордсменом Крисом Джерико. И я уже приводил этот аргумент и перед Greatest Royal Rumble. И здесь, на мой взгляд, он тоже подходит, что это не то событие, когда такой рекорд должен быть... Ну, не то, что побит, но вот как бы он должен сравняться с рекордом. Он даже на этом как-то пока не акцентирует внимание. Мне кажется, сейчас как раз вот Миза и интерконтинентальный титул развели в разные стороны, чтобы как-то отложить этот момент на будущее. Вот. А Миза, я, кстати, надеюсь вообще увидеть в этом году в гонке и за главный титул, за чемпионство WWE, потому что, ну, Миз сейчас это прям вот... Ну, он очень крут, реально. Вот. Ну, а здесь все просто. Сет Роллинс побеждает. И ждем новых претендентов на этот титул. Может быть, им, кстати, станет снова Финн Баллар, с которым у них уже, по сути, вот идет-идет вражда. Да, я, честно говоря, надеюсь на то, что Баллар в итоге полностью хилтернется, и вот у них что-то там интересное разовьется. Ну, хотя на Рой, я думаю, еще можно подыскать каких-то интересных претендентов на этот титул для Фьюда с Роллинсом. Вот. Ну, что касается второстепенного титула Смэкдауна, чемпионства США, то действующий чемпион Джефф Харди отстаивает его от Рэнди Ортона, и 82% голосуют за Джеффа. Да. Ну, здесь, конечно, чуть менее все очевидно, потому что в любом случае титул остается на Смэкдауне. И, ну, что тут можно сказать? Вообще, вывеска, конечно, это прям вот, не знаю, как будто из нулевых что-то вот взятое. Еще там Шелтон Бенджамин крутится вокруг этих ребят. Как-то прям навевает вот эту вот середину нулевых, не знаю, 2008 год, может быть, чуть раньше, что-то вот такое. И, ну, кстати, отрадно понимать, что и с Джеффом Харди, и с Рэнди Ортоном я в разное время фоткался. Ну, ладно. И что тут можно сказать по матчу? Мне кажется, будет, на самом деле, ничего прям восхитительного. Просто такой середнячок на 3 с небольшим, может быть, балла. Касательно результата, я лично надеюсь на какие-то вот хильские действия от Рэнди Ортона, которые приведут, скорее всего, к победе Джеффа. Не, я не имею в виду какую-то дисквалификацию или что-то такое, но, скорее всего, Джефф Харди как-то победит, так или иначе. И потом, может быть, Ортон отреагирует на это, ну, каким-нибудь внезапным RKO или вообще каким-нибудь, ну, полноценным хилтерном. Хотя, вот, я когда думал над хилтерном Рэнди Ортона потенциальным, я вот что-то как-то посмотрел на ростер Смэка и понял, что там очень мало сейчас топовых фейсов, на самом деле. То есть, вот, ну, есть AJ Styles, конечно, есть Брайан, ну, есть тот же Джефф. Ну, и Ортон, соответственно. По сути, это всё. Как бы вот именно топовых фейсов ещё, ну, больше и нет. А вот по хилам там как-то на Смэке сейчас всё сильнее. Если ещё Ортона переводить в хилы полноценные, то, ну, не знаю, как-то это пока сомнительно. Вот, ну, в общем, не знаю, не знаю. По результату я всё-таки тоже ставлю на Джеффа. Он только-только недавно выиграл титул. Возвращать его Ортону как-то вот сейчас, ну, вообще незачем, не знаю. Нет смысла. Следующий матч, который предлагаю обсудить. Один из главных на этом шоу, конечно же, и ещё один, кстати, межбрендовый. Роман Рейнс, представитель Ро против Самуа Джо, представителя Смэкдаун. Вот, этот матч у нас был назначен ещё на первом Ро после Расселмании, когда Самуа Джо совершил своё возвращение в компанию. И, а, ну да, по результату опроса лидирует у нас Роман Рейнс 74% за него. С одной стороны, довольно весомое преимущество, с другой стороны, ну, для Рейнса это, может быть, и не особо весомо. Потому что, ну, Рейнс, он почти всегда фаворит в матчах. И здесь, как бы, я, честно говоря, ну, для меня это один из самых непредсказуемых матчей, потому что, как-то вот, победа нужна, по сути, и тому, и другому. Рейнсу, естественно, чтобы оклематься после Расселмании, после Рамбла, когда он проигрывал Лесснеру. Хотя, во втором случае, на Грейте строил Рамбл, там всё не очень так вот очевидно было с этой клеткой. А вот само Джо, ну, соответственно, он только вернулся, он очень тоже такой прям хат-хат-хат, как бы сейчас, горячий, на подъёме должен быть, и тоже хотелось бы, чтобы он победил. Вот, причём он перешёл на смэкдаун, и уже на последнем смэке, ну, он как бы намекнул на то, что он готов драться за чемпионство дабл-даблы против Эй Джиа Стайлза. И я бы, конечно, очень посмотрел, с удовольствием посмотрел бы на такой фьюд и на такой матч. Гораздо это более интересно, чем вот Накамура со Стайлзом, мне кажется. Тем более, это прям классика ТН, и будет любопытно взглянуть на то, что они покажут в WWE. Причём это ведь их первое соприкосновение, получается. То есть, когда само Джо был в NXT, Стайлз сразу же дебютировал именно в основном ростере. А когда само Джо перешёл на основной бренд, это было именно RAW. Да, соответственно, он больше года формально числался на RAW и никак не пересекался со Стайлзом. Только сейчас у них появилась такая возможность. Я очень надеюсь, что они действительно сейчас вот подвяжут вот этот вот фьюд. И я очень буду надеяться на победу самого Джо. Рейнсу, ну его можно как-нибудь ещё раз обломать, вот так вот, не знаю, может какое-нибудь вмешательство устроить. Там что-то какие-то слухи ходят про то, что у него будет фьюд с Джиндером Махалом. И, ну, чисто теоретически можно что-то такое предположить, что Махал вмешает Рейнсу победить. Хотя, конечно, ну, что-то такое, не знаю. В общем, я ставлю на Джо. С сомнением, но ставлю и буду болеть за него. Ну и жду хороший матч. Я, правда, вот не знаю, я, честно говоря, уже насмотрелся на их матчи в том году. На RAW там их было прям, ну, очень прилично. Штуки три точно было. И что, то, что они покажут хороший рестлинг, это точно. Ну, хотелось бы чего-то прям вот, какой-нибудь свеженькой струи в их матчах. Вот. И победы Джо. Хочу победы Джо. Последний матч, Backlash. Матч без дисквалификации за чемпионство WWE. Скорее всего, этот матч будет в мейн-эвенте. Всё-таки титульный матч, все дела. Ещё и без дисквалификаций. И, кстати, вот это вот интересный момент, на самом деле, то, что раз у нас теперь все по ПВ межбрендовые, то будет ли означать то, вот, какой матч будет в мейн-эвенте, какой бренд будет его представлять, то, что этот бренд как бы сейчас сильнее или, ну, вот как-то вот интересно будет посмотреть на этот момент, как много у какого бренда будет мейн-эвентов по ПВ. Сейчас будет, может быть, какая-то такая тоже условная борьба в этом плане. Вот. По матчу, по опросу у нас лидирует AJ Styles. 71% за него. Вот. Я, кстати, вот не помню, как там было по опросам, но, наверное, такое ощущение, что на WrestleMania, например, Nakamura, по-моему, лидировал немножко. Ну, или как минимум у него процент был выше. И мне кажется, с каждым разом вот какая-то вера в то, что Nakamura все-таки станет чемпионом, она угасает у людей. И у меня, на самом деле, тоже в какой-то степени, то есть на WrestleMania я был почти уверен, что Nakamura победит. Я был весьма удивлен, когда Styles этот титул отстоял. Вот. Сейчас же, правда, вот то, что это матч без дисквалификаций, а Nakamura у нас за последний месяц стал любителем бить по яичкам, то как-то есть подозрение, что вот таким вот грязным способом он и может победить. Но Styles будет полным дураком, если он не будет готов к этому, потому что он знает, что вот у Nakamura это теперь такое секретное оружие, что матч без дисквалификации, если он ничего не предпримет, то ему каюк. Как бы все. Там будет яичница сплошная. И титул он проиграет. Поэтому, я думаю, Styles будет к этому готов. И очень хотелось бы то, чтобы он отстоял это чемпионство. Это уже третий матч их, и ни первый, ни второй меня особо сильно не впечатлили. Здесь тоже сомневаюсь, что будет что-то интересное. И как-то вот на то, что матч без дисквалификаций, на какие-то интересные споты, типа там на экстрим, я бы тоже особо не рассчитывал. Что-то вот у таких рестлеров, я даже как-то не могу себе представить, что они там какие-то столы ломают, стульями прямо очень много машутся. Как-то мне кажется, вот это условие без дисквалификации, оно не особо себя раскроет. Хотелось бы ошибаться, конечно, но мне кажется, матч будет все равно довольно скучным. Вот. И, в общем, да, я ставлю на Styles. Это уже третий матч в их серии. Если Накамура выиграет титул, потом опять будет реванш, что что-то это уже как-то... Я уже хочу что-то новенькое. И, как я уже сказал, очень надеюсь, что Styles выйдет победителем. Само Джо выйдет победителем. И они начнут фьюд за титул WWE, который можно там на несколько ППВ растянуть, в принципе. И за этим, я уверен, будет как-то интереснее наблюдать, чем за вот эти японские игры с яичками. Ну, а для Накамура тоже можно что-нибудь подготовить, какой-нибудь фьюдик. Вот. Но пока особых идей у меня нет. Разве что за титул США пойти с Харди пофьюдить. Ну, такое. Вот. В общем, я голосую за Styles. В общем, вот такой вот карт нас ожидает в этот раз на Backlash. Вот. Что-то интересно, что-то не очень. Но, как бы, в целом интересно посмотреть, что получится вот как раз из-за этой схемы. Типа, межбрендовый ППВ станет ли качество рестлинга лучше или что вообще нам это даст. Вот постер, правда, Backlash меня совсем не радует. Это просто такая максимальная халтура. Ну, в последнее время все постеры такие. Ну, тут просто вот выстроили, типа, рестлеры Raw, тут рестлеры SmackDown, тут красные, тут синие. Вот вам Backlash. Любуйтесь. Ну, блин, ну это так скучно. Это вообще, это халтура сотого левела, ну, серьезно. И, ну, радует только то, что они только один раз смогут вот этим вот воспользоваться. То, что вот именно у них сейчас такое вот объединение, что вся фишка ППВ строится на том, что возвращаются к общему, к общему ППВ. Ладно, тут это простительно. Но в следующий раз давайте на Money in the Bank что-нибудь оригинальное. Благо в том году, ну, что-то там хотя бы с Новым Днем, Единорогами, какой-то там Страной Оз, Дорогой из Желтого Кирпича или что-то такое у них было. Замок, Единороги, вот это все придумали хоть как-то оригинально. Вот, давайте что-нибудь еще. А вот музыкальная тема, мне прям нравится, к ней претензий по сути и нет. Это Barnes Courtney, Champion. Классная песня. Может быть, не такая прям въедающаяся в мозг и не запоминающаяся, но звучит очень приятно. И как бы на ППВ, я думаю, от нее можно будет кайфануть, если они не будут прям очень часто ее пихать. Вот, хорошая песня, я добавил себе в плейлист. Вот такое вот ППВ нас ожидает сегодня ночью. Спасибо, что посмотрели мои прогнозы. Надеюсь, было не очень скучно, из-за того, что я тут всего один вещал. И приходите на нашу трансляцию в группе ВКонтакте. Что ж, мы зря будем не спать побольше. Хотелось бы, чтобы у нас было зрителей, побольше актива. Поддержите нас. И еще услышимся. Скоро продолжатся влоги с Рестлмани и все такое. Будет очень интересно. Всем спасибо за внимание. И пока.